Добрый день, я Сергей Алексашенко и буду с вами сегодня говорить на злобу дня. Ну а злобу дня меня завалили. Это вопрос номер один. Так стала Россия крупнейшей экономикой Европы. Обогнала она Германию. Пятые, шестые, седьмые, восьмые, десятые. Ну какие же мы на самом деле? Мы первая экономика Европы по паритету покупательской способности. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. Я часто говорю, что есть ложь, большая ложь и статистика. И в том, что сказал Владимир Путин, есть статистика, а есть ложь. Но давайте обо всем по порядку. Итак, что же такое ВВП? Давайте все-таки у нас разговор про статистику, про методологию. Нужно разобраться в показателях. Что из них, что означает? Очень грубо. ВВП это добавленная стоимость, произведенная в экономике в течение года. Ну то есть это зарплата, плюс амортизация, плюс прибыль, плюс налоги. Вот, собственно говоря, вот что такое ВВП. И в этом отношении сравнивать страны по объему ВВП достаточно просто. Известно, да, ну и в сырьевых странах, надо сразу сказать, что есть особенность сырьевых стран, что еще стоимость добытого сырья. Потому что, ну вот это такой первичный продукт. Вот. Соответственно, в этом отношении сравнивать страны очень просто. Известно, что они произвели в экономиках, сколько произвели, считают производство, считают добавленную стоимость. После чего полученную добавленную стоимость делят на курсы национальной валюты и получают в долларах. Или в евро. Ну в чем хотят сравнить. И, собственно говоря, понятно, какая экономика мира произвела больше добавленной стоимости. То есть какая экономика добавила больше. и если смотреть по этому показателю то россия занимает 11 место в мире и собственно говоря хорошо 11 это значит 11 вот но есть в статистике такое понятие паритет покупательной способности значит и это хитрый показатель потому что он говорит о том а вот можно ли сравнить произведенную добавленную стоимость в одной стороне с другой сторон в другой стороне учитывая что у них разные налоги разные зарплаты разные условия разного жизни но и придумали такой паритет покупательной способности давайте мы посчитаем значит вот мы возьмем все произведенную добавленную стоимость в германии франции америки россии индии китая японии и все это неким образом пересчитаем пересчитаем каких таких единых валютах нужно создаем огромный набор товаров и услуг для того чтобы вот сравнить в национальных ценах посчитать поравнять посмотреть и в общем что получится получится в общем идея это хорошее да ну например как индекс big mac посчитать насколько стоит бегу от в одной стороне в другой стране ну и его сравнить но только big mac получается большой потому что учесть нужно учесть разные показали разные товары которые услуги которые производятся в экономике ну и собственно здесь начинаются проблемы ну давайте возьмем там россия германии и америку россия добывает нефтегаз америка добывает нефтегаз а германия не добывает вот как посчитать добычу нефти и газа в америке или в россии в ценах германии в цену зарплаты германии нету и нету вот вот как посчитать америка например хотел сказать производит айфон она их не производит, она их разрабатывает и получает на этом половину стоимости. А Германия не производит, а Россия не производит. Ну как для России или для Германии посчитать разработку айфонов во внутренних ценах? Ну, что называется, просто невозможно. Поэтому статистики ломают голову. И самое главное, что этот показатель страна не может посчитать в одиночку. Для того, чтобы сравнить добавленную стоимость в параметрах, то этим должны заниматься какие-то международные организации, которые имеют доступ к базам данных всех стран. Ну или, по крайней мере, всех стран, которые входит сравнение. Поэтому, условно говоря, наш Росстат, отечественный Росстат, который, кстати, вот накануне Нового года, буквально в конце декабря, опубликовал свой расчет ВВП России по паритету покупательной способности за 22-й год, то он это сделал самостоятельно. И не сравнивал это ни с Германией, ни с Америкой, ни с Японией, ни с Китаем, ни с Индией, ни с кем. Вот. Есть в мире две организации, которые считают показатель паритета покупательной способности для тех стран. Это одна называется Международный валютный фонд, другая называется Всемирный банк. Вот. Собственно говоря, есть Евростат, он считает для еврозоны, есть Организация экономического сотрудничества и развития ОСР, она считает для членов организации и еще нескольких стран. Россия туда перестала обходить. Вот. Поэтому вот есть две такие большие базы данных и если посмотреть на базу данных МВФ и на базу данных Всемирного банка, то мы видим разницу. Представляете? То есть в базе данных МВФ Россия уверенно занимает шестое место и отстает от Германии процентов на 10 и шансов догнать не очень много. И мы видим, что на самом деле даже по базе данных МВФ, то видите на графике, ну там Америка вообще на график не попадает, потому что она где-то там в космическом пространстве и в общем искать ее там бесполезно. Китай тоже. Вот. Я шкалу специально нажал, чтобы было видно Россию и все остальные страны, которые рядышком. Вот. Так если мы возьмем базу данных МВФ, то мы видим, что на самом деле в 2013-14 году Россия даже по данным МВФ обогнала Германию. А после 2014 года Германия снова обогнала Россию. Что ж так у нас случилось в 2014 году? Вы не помните? Вот. Ну что-то такое случилось явно в стране и что после чего экономика, хотя и вроде как сырье, и все, и хорошо, и встали с колен, но Германия снова нас обогнала. Но зато если мы посмотрим базу данных Всемирного банка, то мы увидим, что Россия обогнала Германию. Не в этом году, не в 23-м, потому что за 23-й год еще данных нет. Еще никто не знает Российский ВВП за 23-й год. Ни Путин не знает, ни Росстат не знает. И вообще Росстат объявит объем, первую оценку объема российского ВВП, не темпов роста там 3,5-4% вообще не очень важно, а объема в рублях. Он объявит ее только 5-го апреля. Об этом говорится на сайте Росстата. То есть до 5-го апреля объем ВВП, ну конечно, под большим секретом Путину расскажет 4-го, может даже 3-го, может даже 1-го апреля, чтобы его повеселить. Но в принципе до тех пор объема ВВП российского за 23-й год никто не знает. Поэтому смотрим все до 22-го или раньше. Россия обогнала Германию, если верить данным Всемирного банка, не в 22-го. И почему об этом нужно говорить сейчас, ну не знаю. Гордостью прет, что называется. Изо всех щелей выпирает. А кому верить? Кому верить? Сложный вопрос. Сложный вопрос, да, потому что ну и Всемирный банк вроде организации, которой можно доверять. Хотя у них были там, помните, недавно с тобой скандал с рейтингом doing business, да, вот ведение бизнеса, как там подкрутили в пользу России и Китая. Показатель немножечко, так неприятно, ну чуть-чуть, но подкрутили. Вот. И знаете, я взял первые 10 стран. В общем, у 8 из 10 стран все в порядке. Особой разницы между данными МВФ и данными Всемирного банка нет. А у России и у Японии почему-то есть. И большая. И почему-то у России сильно в пользу того, чтобы Россия обогнала Германию. Я не знаю, кому верить. Буду Путин верить Всемирному банку. Я больше доверяю МВФ, потому что все международные сравнения, которые я вижу, которые я делаю, которые делают мои там коллеги, друзья, они все почему-то используют базу данных МВФ. Ну, так, знаете, для очистки совести я взял и посмотрел темпы роста российской и немецкой экономики по данным Всемирного банка и МВФ и Национальных статистических служб с 2014 года. Ну, собственно, когда у России начались эти несчастья и до 2022 года. Странная история. По данным Всемирного банка последние три года Германия недополучила полтора процента роста. То есть, Евростат показывает рост, МВФ показывает рост на полтора процента больше, чем показывает Всемирный банк. Ну, в общем, не знаю. Наверное, что-то там случилось, действительно. Но одним словом, вот если говорить в целом, то, конечно, я доверяю данным Всемирного банка чуть-чуть больше, чем данным Всемирного банка. Но самый главный вопрос, это же, а скажите, а это очень важно, на каком месте находится экономика страны, даже если это по паритету покупательные способности. Но вот от того, что Швейцария находится на тридцать девятом месте в мире по паритету покупательных способностей, это делает ее лучше или хуже Саудовская Аравия или, не знаю, там Китая или Индия или Мексика или Турция, которая находится выше Швейцарии. А Норвегия, которая находится на шестьдесят втором месте, а у нее самый большой суверенный фонд. Вот то, что в России фонд национального благосостояния, а у Норвегии он, не знаю, там, в пять раз больше. Вот можно ли сказать, что Норвегия живет хуже, чем Россия от того, что Россия по паритету покупательной способности находится на пятом месте, а Норвегия на шестьдесят втором? Ну, мне кажется, что это показатель, который, на самом деле, вообще ни о чем не говорит. Размер страны, размер, количество населения, объем экономики. Вот. И здесь, на самом деле, я перехожу к тому, что не всегда Владимир Путин врет. Даже здесь, когда он говорил про место России, что мы всех обогнали, что мы такие гордые. Вот. Ну, в общем, сказал, что есть, конечно, одна маленькая проблемка. И по паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться. Поэтому здесь есть над чем работать. Понимаете, по уровню ВВП на душу населения, вот Россия, что в номинальных долларах, что по паритету покупательной способности занимает там то шестидесятое, то шестьдесят третье место в мире. И вот здесь то называется швах. Да. И здесь никаких шансов обогнать не то, что Германию, обогнать Румынию с Польшей нету. Потому что это и есть показатель уровня жизни. Вот то, как хорошо или плохо живет народ, население. Хорошо питается, плохо питается, хорошо одевается, плохо одевается, на каких машинах ездит. Так вот, реальное место России в мире шестидесятое. И об этом нужно говорить. И об этом нужно помнить. И нужно помнить, что по тому же самому ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, которым так хвастается Путин, с 2008 года, вот если бы он ушел от власти в 2008 году, как требовала Конституция, то вот после 2008 года, следующие 15 лет его правления, за это время Россию обогнали по ВВП на душу населения, по паритету покупательной способности, Владимир Владимирович. Турция, Румыния, Латвия, Болгария, которая в 2008 году ВВП на душу населения по сравнению с российским был две трети, сейчас практически догнала. Вот и об этом нужно говорить, что 15 лет правления Путина, это были 15 лет потерянной для российской экономики. Россия потеряла весь свой потенциал роста, темпы роста, динамику развития. От того, что Россия производит больше всех пушек, не знаю. Наверное, кому-то от этого хорошо. Наверное, на этом кто-то очень хорошо зарабатывает. Еще одно, не надо забывать, что когда мы исчисляем вал внутренний продукт или добавленную стоимость, то в сырьевых странах добавляется стоимость добытого сырья. Ну, потому что это и есть тоже добавленная стоимость, с точки зрения мировой экономики, добавленный продукт. Так вот, Саудовская Рамия по уровню ВВП на душу населения, по паритету покупательной способности, опережает Англию, Францию, Германию. Ну, правда, вы были в Саудовской Рамии? Я бы, я видел. Ну, еще там финансовый квартал более-менее смотрится. Хотя, что называется, по окраинам этого финансового квартала разруха и пустыня. Ну, а если вы отъедете, не знаю, 2 мили, 2 километра от центра Джеды, ну, в общем, или Риада, ну, в общем, как-то, знаете, я бы сказал так, что в России еще надо поискать такую бедноту. Вот, поэтому все, что касается сырьевых стран, это вообще отдельная история. И общая теория сравнения вот по паритету покупательной способности, она вообще говорит о том, что сравнивать можно только страны, которые находятся примерно на одном уровне развития. Где одна структура потребления, где одно качество товаров. Ну, то есть можно сравнивать Испанию и Германию. Можно сравнивать Корею и Японию. Можно сравнивать Россию и Америку, Россию и Японию. Ну, в общем, конечно, можно. Все можно сравнить. Вам вопрос в том, насколько достоверным будет такой результат. Что есть ложь, большая ложь и статистика. Не очень важно, Россия пятая экономика в мире, шестая, первая в Европе или вторая по паритету покупательной способности. Главное, что по уровню жизни Россия находится в седьмом десятке. И об этом нужно помнить. Вот такая вот злоба дня получается. Спасибо вам за внимание. Пишите ваши вопросы. И до новых встреч. До свидания.